Верю, что общественный резонанс сработал, что все-таки это, наверное, такая капля последняя у людей была, что если сейчас его осудят, то все, я думала, просто будет революция. Я не знаю это дело, поэтому мне нечего комментировать. Мне кажется, единодушный общественный подъем людей разных взглядов. И как бы не очень аккуратно сделано все это было спецслужбами, видимо. Ой, нет, вы знаете, я уже старенький, я ушел из большого секса, ничего не знаю. Большую политику я презирал с 1975 года. Почему именно с этого года? В том году я закончил учебное заведение, и я с небес научного коммунизма опустился в реальную жизнь. И сказал себе, Владимир Ильич умер рано. Да? Ну, примерно так. Общественный резонанс, потому что люди поддержали, а нам не дают этой возможности дать людям узнать о своей беде. Даже не СМИ конкретно, не какой-то конкретно журнал, потому что у нас нет свободы слова. Наши конституционные права, то есть демократическое государство, свободы слова, все поперто. Но поддержка независимых журналистов дала все-таки возможности этому делу не забыться. Я не знаю, что там творилось, я об этом даже сегодня не знал. Как там, одиночных пикетов. Но в то же время я скажу, что я в политику не лезу, их не делаю. У меня свой мир, у них свой мир. В современном мире, конечно, более безопасно, чем в Средневековье. В Средневековье сжигали на кострах. Но в современном мире, ну, все равно, может кому-то не понравиться. Ну и слава богу, настойчивость общественности и в первую очередь его настойчивость, я полагаю. Стремление к правде, стоять за правдой. Я так понял, что это человек таких позиций, как журналист, как гражданин. Все люди заступили за него, если говорить так. Ну, то есть вся общественность, блогеры, там, и даже Чичваркин, по-моему, тоже в своем инстаграме сказал, там, пару, ну, свою монету тоже в это ставил, свои пять копеек. И дальше уже люди начали понимать, пропускать через себя все мысли, что это неправильно. Ведь, ну, много таких дел, по факту. Вот. Никто об этом не задумывался, но было и было. А теперь это получило глазку, и я думаю, что... Благодаря тому же, ну, как будем называть это, восстанию против несправедливости, это произошло. Ну, я не знаю, как это работало именно там, в этой системе, но я думаю, что люди, да, сыграли в этом роль. А еще на волне того, что случилось в Екатеринбурге, тоже люди, по идее, защитили, отстояли сквер от застройки под храм. То, что помогло лежать на поверхности в своих журналистских изысканиях, он смог найти те углы, те заковулки, в пределах которых работают наши неправовые организации. И то, что он не один в этом мире, вот, что помогло ему выйти из этой ситуации.